Парк Ривьера и без того всегда многолюдный сегодня превратился в одно огромное детское счастье. Сегодня все для этих малышей, и они это хорошо понимали, поэтому катались то на одних аттракционах, то на других. И сами веселились и радовали родителей. По инициативе управления по образованию и науке в парке было организовано более 20 площадок активного отдыха, на которых ребята могли участвовать в командных играх. Нам очень здесь нравится играть в мяч, всякие соревнования здесь. Здесь очень интересно. Воспитанники дошкольных образовательных учреждений, а это маленькие звезды, радовали своих сверстников яркими танцевальными номерами. В целом праздник проходил под девизом «Я люблю Сочи». А город подготовил для ребят на эти каникулы 145 дворовых площадок. 1 июня как раз дан старт программе «Лето». По поручению главы города Анатолия Пахомова к организации летнего отдыха привлечены аниматоры, представители общественных организаций ТОСов. «Единая Россия» выступила с инициативой, и они на каждую площадку из 145 поставили своего координатора. Это нам большая помощь, потому что работать надо все лето. Отдых должен быть по дозунгам «Отдыхаем вместе». Не просто дети, а мы хотим, чтобы на нашей площадке приходили и принимали участие в организации отдыха жители нашего города. Многодетная мама Надежда Михайлова сегодня со своими мальчиками тоже в парке Ривьера. Ее пригласила общественная организация «Лига женщин. Мост добра», которая принимает участие в воспитании ее семерых детей. Это и материальная помощь, и различные приглашения на праздничные мероприятия, и не только 1 июня, а в течение всего года. Такой дружбе уже 7 лет. Получили новое жилье. У меня не хватало средств на детскую кроватку. И мне «Лига женщин» помогла на мигу. За все эти годы общественная организация «Лига женщин. Мост добра» оказала помощь нуждающимся семьям на сумму свыше 20 миллионов рублей. Каждая пятая семья в Сочи получила поддержку. Будь то помощь талантливым детям, пример Данил Пложников, ставший победителем проекта «Голос дети», или приобретение школьной формы. Порой детские мечты рушат тяжелые диагнозы и «Лига оплачивает лечение». Покупает дорогостоящие оборудование для перинатального центра. Только вчера в Бадлерском районе две семьи получили 106 и 75 тысяч рублей для лечения детей в Санкт-Петербурге и в Сочи. Вы знаете, честно говоря, хочется всем помочь. Но я очень рада, что у нас все это так взвешено, что у нас есть банк данных, что нам помогают врачи, что мы очень осознанно относимся к каждому диагнозу, к каждому творческому ребенку. Вот и Линде Кварацхелия благодаря приглашению «Лиги женщин. Мост добра» сегодня не пришлось сидеть дома. Ей удалось полюбоваться на дельфинов, которых недавно видела по телевизору в программе «Вместе с дельфинами». Восьмилетнюю девочку воспитывает бабушка, которая помогла сюда добраться, поскольку прямо перед летними каникулами Линда сломала ногу. Мы решили не пропустить, даже, потому что у нас ножка больная. Все-таки мы одолжили коляску и пришли. Таких благодарных бабушек и мам, которые получили пригласительные, здесь много. Они знают детство, которое проходит быстро, должно быть ярким, добрым и солнечным, как наш город, в котором живут неравнодушные люди, которые совсем не ради славы, а по зову сердца всегда рядом с теми, кому нужна помощь.